Итак, друзья, у нас на часах ровно 18.00, и с вами на связи сотрудники Центра Специалист. Меня зовут Алексей Тарасов, я старший преподаватель Центра Специалист, веду курсы по веб-направлению. Я перед занятием зашел посмотреть список в журнал и обнаружил, что сегодня среди тех, кто занимается, есть серьезно большой набор слушателей, которые уже у меня занимаются на курсах прямо в текущий момент, по воскресеньям, по будним дням, по вечерам. Друзья, напишите для разогрева, кто прямо сейчас учится на курсах. Я хочу увидеть, сколько уже успело подключиться текущих слушателей, кто сейчас уже занимается в этот момент. Пока что подключились те, кто не занимается видео, только планируют. Я надеюсь, подключатся и те, кто в процессе работают. Сегодня наша встреча посвящена дипломной программе, которая называется Frontend Разработчик на React. То есть о чем мы будем с вами сегодня беседовать, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о том, что есть дипломная программа, о том, что есть на ней курсы разные, целая куча курсов. И о том, что самое главное вот в этом всем, это стать специалистом, который будет разрабатывать фрагменты пользовательского интерфейса. То есть, грубо говоря, куски HTML и JavaScript, делать это круто, делать это быстро, делать это современно, читаем. То есть делать это на React. Поэтому сегодня речь пойдет, конечно же, об этом. Ну, я уже сказал, как меня зовут. Ссылка на QR-код на мою страничку на сайте специалиста есть. В любой момент можете зайти, посмотреть, какие ближайшие курсы идут, что там предстоит. Ну, а мы с вами переходим к программе. Что сегодня у нас будет интересного в наборе? Во-первых, сначала я расскажу грустно, долго о том, какие курсы есть, кто ждать от этой дипломной программы. Сориентирую, что нужно еще подучить, как мы будем работать, расчасовку скажу. В общем, самое важное для того, чтобы начать учиться на курсах центра специалистов. Дальше у нас будет небольшой рассказ о том, как дела происходят, сейчас обстоят на рынке трудоустройства. Выступит моя коллега, я передам попозже ей слово. Самое интересное то, что нам всегда на таких вот мероприятиях предоставляют, это предоставляют промокод. Сегодня будет также представлен промокод на скидки на дипломную программу. Обязательно дождитесь, послушайте, что там будет. Возможно, сегодня будет тот самый день, когда вы и промокод встретитесь, и вместе начнете менять в своей жизни что-то серьезное. Например, не занимались озаботкой, и тут начнете заниматься. Итак, сразу ближе к делу. Значит, я представляю вам дипломную программу по фронтенду. Это разработчик на реакте. Сразу хочу сказать, что под фронтендом обычно понимается достаточно большая такая область при разработке. Но еще раз подчеркну, грубо говоря, это взять HTML, взять JavaScript, замешать их вместе и получить крутой интерфейс. Возможно, кто-то из вас помнит, знает, читал, слышал. Раньше была такая старая, очень древняя библиотека jQuery. И она в свое время решала очень классно свои проблемы и задачи. Она даже сейчас где-то местами выручает разработчиков, но парадигмы меняются, подход меняется. И вот я сам своими руками ощутил, что jQuery ушло в прошлое, как только появился React. Потому что React – это такая библиотека для построения пользовательского интерфейса. которая просто ставит с ног на голову наш мир разработки, если мы этим раньше не занимались или занимались старыми методами. И позволяет в одиночку или, может быть, даже в команде разрабатывать достаточно сложные приложения. Делать так, чтобы они работали быстро, классно. И, в общем, честно говоря, личное мое знакомство с React, оно сразу мне поставило большой, серьезный вывод, факт, что я могу создавать приложения гораздо большего размера, чем то, что раньше делал нативным JavaScript или с использованием библиотек старых, типа библиотек jQuery. Я, кстати, прошу вас по ходу моего доклада, выступления, писать вопросы в чат. Прям вот очень сильно призываю. Обычно это очень здорово помогает спикерам. Сегодня это я. И буду очень благодарен, если вы по ходу будете какие-то мысли, соображения, комментарии писать или задавать вопросы, особенно, если они будут касаться дипломной программы. Итак, первые три курса дипломной программы у нас относятся к HTML. Я бы сказал, что три курса дипломной программы – это вообще многовато для фронтенда, разработчика по React. Но что есть, то есть. Плюс хорошее понимание и работа, опыт, навык работы с HTML позволят вам потом не попадать в неловкую ситуацию, когда вы начнете работать с React и с его синтаксисом, который называется GSX. Это специальный синтаксис, который есть в React для React, и он позволяет там очень классные вещи писать, очень легко их воспринимать и так далее. Первых пара курсов идет у нас 32 академических часа. Что такое 32 академические часа? Что это такое? 32 часа – это 4 дня работы с 10 до 5. То есть, если каждый день заниматься, это вот столько. Если по одному дню, ну, все равно 4 дня. Если по вечерам, то это 8 вечеров. Прикидывайте. Тоже самое второй курс. На первом курсе HTML мы занимаемся, на мой взгляд, очень скучными вещами, хотя я стараюсь подавать их интересно. Это что такое HTML, что такое теги, какие они бывают, открывающие, закрывающие, блочные, строчные, блочные, строчные, табличные, там всякие разные. И что такое CSS? То есть, что такое механизм оформления наших очищенной станиц? Это вот целых 32 академических часа. Некоторые, постаравшись после этого курса, приходят к концу курса уже с небольшой наработкой. С маленьким, аккуратненьким сайтом, который для портфолио, возможно, еще не сильно тянет, но для тех людей, которые с нуля, это очень-очень-очень удобно. Вы заметили также, что я пропустил курс, который называется «Система управления версиями ГИД». Она вынесена у меня в списке в самый верх, потому что это такой курс, который в идеале можно было бы использовать вообще в любом месте дипломной программы. И если среди нас есть те, кто первый раз вообще слышит о том, что такое система управления версией, и в частности ГИД, грубо говоря, это такая система, которая позволяет управлять вашими версиями кода, то есть, разрабатывая целый месяц или целую неделю продукт, в любой момент времени иметь возможность получить доступ к вашему коду, к тому виду, которому он был день или два назад и так далее. Это первый вариант. И второй вариант – «Система управления версией» позволяет нам создавать независимо разветвляющиеся варианты кода. Грубый пример всегда приводят его те, кто рассказывают о ГИДе. Вот вы создаете какой-то продукт, ну пусть там HTML-станичку, и у вас разветвляются варианты развития событий. У вас HTML-станичка может быть там с одной версткой, с тремя колонками или с двумя колонками. Допустим, это еще не определено, вы попробовали три колонки, вы попробовали две колонки, и у вас и тот, и тот фрагмент кода хранится. И вы в нужный момент времени выбираете, что должны оставить, и оставляете нужный вариант кода. Хотя между ними переключаться можно моментально. Ну, я бы сказал, что мне не хватает сильно этого курса на знание этого курса от слушателей на первых курсах JavaScript-а, потому что обычно его требуем мы где-то там, ближе ко второй половине дипломной программы, когда нужно разбираться с какими-нибудь высокими материями и всем остальным. С особым интересом я перехожу к моему любимому языку на свете. Это язык JavaScript. Я буквально на днях залез еще и в Python посмотреть, что там такое. Я удивляюсь его синтаксису, в принципе, мне все нравится пока что, но пока я не вижу, как он у меня может заменить мой любимый язык. Итак, друзья мои, JavaScript, не побоюсь этого слова, самый распространенный язык программирования на свете в том смысле, что он есть везде. Вот вы сейчас сидите, слушайте этот день открытых дверей, а у вас есть смартфон, а там есть браузер, а в браузере есть интерпретатор, и этот интерпретатор не PHP, не Python, а это интерпретатор именно JavaScript. Ну, то есть видите, как я издалека загнул. Так что JavaScript есть везде, JavaScript есть всегда, это круто. И вот первый базовый уровень, первый базовый уровень, это три дня или там шесть дней по вечерам мы рассматриваем совершенно базовые вещи, это переменные, типы данных, это что такое операторы языка, что такое объекты, какие они бывают, спойлер, там массивы, функции, да, там plane объекты, объекты дата-время, объекты JSON и так далее, и так далее. То есть вот это вот все мы используем, смотрим, готовимся к следующему. Дальше идет, просто говорят, ну, можно сказать, монстр курс, в том смысле он очень огромный, это курс JavaScript расширенные возможности. В каком смысле расширенный? О чем этот курс? Этот курс о том, как взять JavaScript изученный на первом базовом уровне, основы языка, которые не применяли мы никуда, и применить для работы где, как вы думаете, где, у нас не так уж много здесь вариантов, мы рассматриваем фронт-энд, значит, в браузере, то есть весь курс посвящен тому, как взять JavaScript и применить его в браузере. Ну, кто не в курсе, друзья, маленький спойлер, на самом деле JavaScript можно также применить не только в браузере, но еще и на сервере, да, если надо JS изучать. И его можно применить для создания десктопных приложений. Многие у нас на курсе работают в Visual Studio Code, а это как раз и есть десктопное приложение. Оно тоже написано с использованием JavaScript. Вот. Ну, и некоторые даже знают, что JavaScript есть на некоторых видах электронных плат, но это мы точно на курсах не рассматриваем. И вот на этом курсе прям много чего интересного есть. Возможно, он слегка информационно перегружен. Все-таки пять дней заниматься, программировать и переключаться между разными концепциями – это не так просто. Недавно была группа, завершалась по этому курсу. Ну, вроде как все высказали, что довольны, но в комментариях потом и в личных беседах мне говорили, что да, тяжело идет, потому что достаточно быстро накидывается много нового материала. А некоторые не делают зазор между курсами, приходят на JavaScript и расширены. И там, в общем-то говоря, тяжело сразу много материала усвоить. Но я спешу заверить, что это тот минимум необходимый, который нужно знать, чтобы переходить спокойненько потом изучать React. Это очень важно. Следующий курс, даже не знаю, с какой стороны начать о нем вам рассказывать, это курс, который вообще-то посвящен веб-серверам. И тут вот въедливый, внимательный слушатель скажет, да вообще, это вообще как? Причем тут веб-сервера и React? Причем тут фронтенд? Дело в том, что когда мы создаем приложение на React, мы вынуждены делать запросы на сервер. Хотим делать запросы на сервер. И сервер должен нам отвечать определенными, в общем-то говоря, ответами, заголовками. И может быть это слишком, скажем так, увеличивает излишне нашу дипломную программу, но мы рассматриваем, как устроена работа на серверах, чтобы часть времени, такую заметную, уделить протоколу HTTP, уделить тому, какие ответы должен формировать сервер, чтобы наш клиент, то есть браузер, мог правильно, хорошо, адекватно получить какую-то информацию. И, в общем-то, все состоялось. Дальше пара курсов идет, которые, ну, в общем-то говоря, я бы сказал, они такие чисто технические. И когда их проходить, проходить их или нет, мы решаем сами. То есть неважно, в какой они последовательности стоят. Очень часто слушатели у нас спрашивают о том, что вот в какой там уровень 4, уровень 10, в чем разница, нужно ли там 10 после 4 уровня проходить. Нет. Самое главное первые два пройти вот в такую последовательность. А потом уже последовательность не важна. Вот эти вот записи, они 4, 10, они чисто технические. Третий курс и так далее. Так что о чем эти курсы? Курс по фичу слишком большой. Он рассказывает о том, как делать запросы из клиента на сервер. Мы вообще-то это затрагиваем и на расширенном курсе, но некоторым хочется подробностей, потому что там есть много нюансов. Ну, например, там, как отправить файлы на сервер. Ну, это серьезный вопрос. Не просто формочкой, а именно через фич. Да? Как отправить заголовки специальные там с токенами или еще с чем-то и так далее. Это много интересного. HTML5 API – это курс о том, как пользоваться встроенными в любой браузер специальными возможностями для того, чтобы JavaScript работал в полной мере. Ну, например, многие слышали про канвас. Это HTML5 элемент, который появился в HTML5 и позволяет рисовать на нем, как будто мы сидим и в пейнте рисуем. Ну, так, ничего особенного, но порой кому-то может это пригодиться. Сейчас скажу жесткую вещь. Как по мне, так может быть для программы фронт-энда реактора-заботчика этот курс, возможно, даже и не совсем в тему, но мы не знаем, в какие мы ситуации попадем. Ну, вдруг вы попадете в ситуацию, где берут реакцию с одной стороны, потом берут канвас и там начинают какие-то хитрые вещи делать. Ну, нужно знать. И, наконец-то, самые важные вещи, которые финишируют вот эту вот программу фронт-энд-разработчик, а именно, это библиотека React сама непосредственно. Мы рассматриваем основы, как установить, как настроить, как написать первые компоненты, что такое GSX. Прямо по шагам показываю примеры. Распирает гордость. Не могу не поделиться, что в прошлом году снял дома в студийных условиях, ну, если можно сказать, в студийных, да, там с классным звуком. Видеозапись по этому курсу, поэтому у нас кто будет, особенно в открытое обучение попадет, вы обязательно увидите, как классно там все построено. И также уровень JavaScript, уровень 7. Здесь речь идет о использовании двух мощных инструментов. Это библиотека Redux, хотя на практике мы уже, скорее всего, будем переходить к Redux Toolkit, это о том, как хранить состояние внутри браузера. И второе, это React Router, как управлять маршрутизацией. Ну, то есть, например, мы сейчас находимся там на сайте, где-то вот здесь специалиста, да, и у нас вот такой вот адрес. Каким образом он сформирован? Он там на сервере как-то обрабатывается. А React Router позволяет нам построить обработку маршрутов на стороне клиента, то есть в браузере. Не всегда во всех решениях это хорошо, но мы рассматриваем те варианты, когда нам это может пригодиться. Одностаничники, какие-нибудь дашборды, какие-нибудь личные кабинеты, где неважна индексация, там еще там работа какая-то с роботами связана, и это очень удачно, удобно ложится на нашу работу. Ну, и еще один курс есть ESNEXT. Там тоже по остаточному принципу сваливаются все новые фишки, которые есть в JavaScript. Его тоже можно проходить вообще в любой момент. Там высокие материи рассматриваются. Я думаю, что те, кто будет совсем начинающий забираться вот в этот курс, вам будет, возможно, не сильно там очень интересно. Там нет какой-то вот такой складной работы, но есть много разных маленьких фишек, которые бы пригодились вам на следующих курсах. Друзья, я начинаю себя чувствовать неловко. У нас там ни одного вопроса в чате за 20 минут. Как такое может быть? Ни одного комментария. Маленькая пауза на вопросы. Пожалуйста, любые вопросы, потому что сейчас прозвучало, и вы поможете спикеру, то есть опять мне почувствовать себя в своей тарелке и продолжить мой рассказ. Пожалуйста, огромная просьба, напишите свой вопрос. Например, там, я не знаю, что-нибудь про React, про JavaScript. Алексей, вы так интересно рассказываете, что все просто заслушались, я думаю. Я всегда внутри во время дня открытых дверей или бесплатных вебинаров счетчик самокритичности перенастраиваю, и он у меня показывает наоборот, что либо все непонятно, либо все очень заумно. И вот я вот это все переживаю. Переживаю. Но спасибо огромное за комментарий. Вопрос в чате. Возможно ли пойти на разработчика после прохождения курса основы программирования и с образованием дизайна... Так, сейчас еще раз. Возможно ли пойти на разработчика, то есть на эту дипломную программу после прохождения курса основы программирования и с образованием дизайна информационных технологий? Да, вполне. Причем у меня есть кейс. В прошлом году у меня появился клиент, клиентка, которая дизайнером, веб-дизайнером работает. Она занимается рисованием интерфейсов в фигме, но при этом она ни разу не занималась джаваскриптом вообще. Поскольку интерес у нее был, и у нее там начал получаться, она прошла ряд курсов, начиная от джаваскрипта-основы и заканчивая редаксом и реакторутером. И она вышла на свой собственный пэт-проект. Она начала пилить специальный проектик, туду-лист с логенизацией, разлогенизацией и всем остальным. Не могу сказать, что она чувствовала себя во все моменты разработки комфортно. Ну то есть периодически успехи чередовались с напряженной работой, на грани, я уже не знаю, стоит ли, но она молодец, с достоинством это все выдержала и теперь может пилить как минимум простые и классные проекты. И вы знаете, вот эта синергия, которая получилась, когда есть понимание дизайна и когда есть как устроено программирование Александра. Вот это вот просто такая смесь нереальная. Я не дизайнер, например, и у меня всегда вызывает боль, когда нужно взять и на реакте что-то самому написать в смысле интерфейса, реализовать какие-то, придумать самому. То есть у меня это дико дискомфорт вызывает. Я беру чужие, я беру библиотечные какие-то и вот тут меня отпускают, все нормально. То есть я понимаю, что дизайн какой-то красивый. Но вот, например, вот эта презентация, в прошлый раз мне не понравилась, сейчас мне уже дизайн ее начинает нравиться, но я не нарисую такую даже, вот, эту презентацию. И то же самое касается сайта. Поэтому я считаю, что возможно. Я желаю, Александр, вам успеха. Прям вот постарайтесь. Будут вопросы, встретимся на курсах, обязательно задавайте. И я уверен, что у вас все получится. Отлично, друзья, спасибо огромное. Прям вопросы пошли, я почувствовал себя в своей тарелке. Вопрос в чате от Сергия. Значит, 43 года не поздно начинать программировать? Ну, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Вот, мне не хватает кейсов. Приходят ли ко мне слушатели, которые там 43 года, старше, моложе? Да, приходят разных возрастов. Какие их дальнейшие успехи пишут не все. То есть кто-то признается, там один раз человек мне говорит, я устроился инженером, работаю там уже там в условном там Рамблере. Ну, кто-то знает, это такая поисковая система, не топ-1, но тем не менее. Кто-то там устроился в ленту работать. Нормально, да? Но чаще всего у меня вот этой информации немного не хватает. Поэтому я могу прикинуть приблизительно по себе и сказать, что это такой уже достаточно поздний возраст для того, чтобы начинать программировать. Однако я плюс-минус у нас с вами приблизительно похожий. Я вот сейчас залез в Python. Но тут видите, какая хитрая штука. Я уже с JavaScript, с PHP долго. Программировал. Поэтому мне не хватает, скажем так, кейсов, чтобы ответить на этот вопрос, Сергей, так, чтобы и с одной стороны обнадежить, с другой стороны не обмануть. То есть вот, ну, просто, наверное, не будет. Опять же, многое зависит от вашего уровня схватывать информацию на лету, потому что кто-то схватывает прям совсем-совсем быстро, человек приходит там в конце первого курса HTML, верстки, показывает классные штуки. А кто-то, бывают не очень интересные кейсы, а кто-то проходит несколько курсов и говорит, а как сделать что-то, что мы уже пять раз на лабораторных делали. Так что вот такой вот вопрос мне показался сложным. Я на него ответил, как мог. Отличный, классный вопрос задает Виталий. Я так понимаю, что чего не хватает не в данном курсе, я так правильно понимаю, чего не хватает в данной дипломной программе. Я правильно понял, да? Ну, то есть, скорее всего, речь шла об этом. Значит, Виталий, есть такая классная штука, она появилась несколько лет назад, не знаю, не помню, кто там автор этого проекта, но он очень здорово постарался. Я сейчас ссылочку скину в чат, это Roadmap.shsh, это сайт, который позволяет построить карту развития, да, свою собственную в какой-нибудь технологии. Мне эта штука очень нравится, потому что мы можем что-то знать, можем что-то не знать, но когда кто-то занимается созданием карты и постоянно следит за вещами, за такими современными, ну, это здорово. Я открываю раздел Frontend и начинаю смотреть, да? Значит, ага, HTML, мы охватываем все, что есть, CSS, мы тоже отхватываем большую частью. JavaScript, мы смотрим, ага, основы JavaScript есть, работа с JavaScript расширенным, Ajax, ES6 модули, DOM, мы это тоже захватываем, видите, пока что все совпадает. GitHub тоже есть, NPM, мы там проходим пакетики, то есть, все начинается достаточно классно. А вот дальше начинаются, в общем-то говоря, моменты, которые, я бы сейчас на другую еще переключился, вещь, тут где-то есть чисто по React отдельная карточка, тоже на нее ссылку отправлю вам сейчас. И тут начинается очень много вещей, которые будут ответом на ваш вопрос. Ну, вот, например, мы не рассматриваем на курсе, как использовать Tailwind для работы с React. Конечно, можно так сказать и о всех других десятках пользовательских CSS-ных фреймворках, но это то, что на слуху у всех, Tailwind, на слуху у всех, да? Мы не используем и не говорим при работе с React, например, о работе с Apollo, Relay и так далее. Это специальные GraphQL клиенты, там, инструменты для работы. То есть, это не затрагивается, а в работе, в реальном, ну, в продакшене это может пригодиться. Мы не говорим о отдельных библиотеках, которые позволяют нам работать, например, с формами. То есть, мы сами формы обрабатываем, это все суперкруто идет, все классно идет, но это мы не затрагиваем. То есть, таких вот моментов, их достаточно много. И это объясняется тем, что на самом деле огромный, просто вот нереально огромный объем информации нам нужно охватить. И мы постоянно концентрируемся на самом важном. Ну, всегда есть над чем поработать, всегда есть что выбрать. Вот, так что вот ориентируйтесь на эту программу. Чего у нас нету, а там есть, скорее всего, это придется тоже доучивать. Вот такой вот ответ на ваш вопрос, Виталий. Спасибо огромное, что вы его высказали в чате, в комментарии. Я был рад на него ответить. Вопрос. Как получается, что программа дипломная, документ выдается удостоверение о повышении квалификации? Владимир, вы меня застали врасплох. Я, честно говоря, что касается документов и вот этих вот вещей, я вряд ли вам тут что-то подскажу. Вот, потому что больше работаю, как говорят, в поле. Да, я рассказываю про React, делаю лабораторные тесты, стремлюсь, чтобы мои видосы были крутыми. Стремлюсь побыстрее сделать какие-то вещи, чтобы они были на уровне в аудитории, понятны, доступны и быстро помогать. Вот, а вот я благодарен Мариане. Вот в комментарии коллега пишет, что по окончании дипломной программы вы получаете диплом, а не удостоверение. То есть я так полагаю, что удостоверение у нас выдается, когда мы прошли отдельный курс или курсы. А вот если дипломка проходится, да, я правильно проговорю, да, то в этом случае, по идее, должен выдаваться диплом. Иначе что за дипломная, если у нас диплом не выдается в конце программы. Так что вот так. Да, Алексей, позвольте прокомментирую. Да, действительно, по окончании дипломной программы вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Все верно. Да, отлично. Спасибо большое. В общем, если там, Владимир, вы почувствовали, что что-то где-то не срослось, ну, надо с менеджером связаться обязательно, выяснить, что не так. Разные моменты бывают, надо сразу это все делать. Подытожить. Ну, прям вот на вопросы поотвечали, прям радостно стало. Так, немножко перебивки. Значит, какие формы обучения у нас бывают? Значит, у нас есть самые главные, две, на мой взгляд, самые распространенные формы. Во всяком случае, я в них поставил три варианта обучения, с которыми я постоянно сталкиваюсь. То есть, первое, это очно. Вы приходите в аудиторию, садитесь и занимаетесь. Подходит тем, кто любит такую вот классно урочную преподскую систему. То есть, вы пришли, сидите, препод что-то говорит. Если что, подходит, помогает. Это многим нравится. Также, если у вас нет возможности заниматься дома, то тоже этот вариант прям очень-очень классный. Но есть люди, которые не хотят тратить в метро, там, по часу-полтора, да, там, на транспорте. Им подходит вариант онлайн. Онлайн – это когда вы точно так же очно, если группа очно стартует, вы подключаетесь через вебинар. Вот как мы сейчас с вами беседуем. Правда, освещение, конечно, не такое, как я сейчас выставил тут у себя. И звук может быть. Но идея приблизительно такая. И занимаетесь. Задаете вопросы, получаете ответы. В случае, когда лабораторная работа идет, могу подключиться к вашему экрану, посмотреть, что у вас не так, помочь и так далее. Ну и, наконец-то, еще один формат, который называется открытое обучение. Тут уже немножко по-другому. Тут вам предоставляются видосы, которые вы открываете в личном кабинете на сайте специалиста. Смотрите. Эти видосы – это видосы, записанные во время обычных очных групп. И вы смотрите видео, а, соответственно, когда у вас возникают вопросы или вам что-то непонятно, вы пишите мне в чат или озвучиваете вопрос голосом, и мы разбираемся. По поводу открытого обучения всегда какие-то двояко такие направленные мнения. Одни говорят, мне очень сильно не нравится, потому что там какие-то свои специфики. А другие говорят, наоборот, нравится. Я всегда слушателям советую попробовать хотя бы один раз, особенно на курсе по реактору, и сформировать свое мнение. Буквально вчера-позавчера мне человек вышел и говорит, курс закончился, я попробовал открытое обучение, больше не приду. А другой был пример, там, две недели назад где-то, так, плюс-минус. Он говорит, все вообще классно, видосы классные, и просто хочу еще, дайте мне классных видосов. Это вот разные отзывы есть, так что попробуйте, не понравится, понравится, сделайте мне. А также есть еще форматы, которые, ну, как-то так я с ними реже сталкиваюсь, очень узабочные. Это когда вы там раза два или три в неделю приходите всего лишь на такие точки, брейкпойнты, да, там, уточнение информации. Свободное обучение, такой новый формат, когда вы вообще в аудиторию не приходите, занимаетесь в свободное время и пишете преподу, даже в вебинаре никто нигде не сидит. Индивидуальное обучение, ну, тут ценник немного, на мой взгляд, кусаться может, но зато самое классное. Вот я сейчас начал заниматься индивидуально, питоном, а, соответственно, там, кто-то занимается реактом и так далее. Это вообще очень круто, но тут своя специфика. Курсы выходного дня, даже не знаю, ну, курсы выходного дня, мне кажется, это тоже все входит в предыдущие форматы. У нас в вопросе в чате. Очень много людей приходит в аудиторию, как с нетворкингом. Значит, вот, вам кейс из понедельника. Владимир, в понедельник у меня доподключилось в аудиторию где-то 7 человек, и общее количество людей в группе стало 29 человек. Ну, это реально большая группа. Это очень много людей. При этом из очников 10, которые должны в аудитории сидеть, реально пришло 3 человека. Ну, 3 человека пришло, села и сидит. Все остальные на вебинаре. Первые 10-15 минут. У меня сформировался стэк вопросов, где-то 4-5 вопросов. Очередь сформировалась. Прямо в самом начале курса, прям, народ приходит и все. Через 10-15 минут у меня не осталось вообще ни одного вопроса, ну, кто хочет задать. И оставшуюся часть занятия я изредка отвечал по одному вопросу, когда у кого-то возникало. Так что, если вы уточняете по поводу того, успевает ли препод, не слишком ли там нагружено и как оно все, то, вот, как на мой взгляд, так вообще очень классно с точки зрения возможности поболтать, побеседовать. Человек говорит, а что там у меня там не работает. Я подхожу и смело там 10 минут, там 7 минут, даже это слишком много получается. Мы там сидим, смотрим, как там что-то там срослось или не срослось. Ну, понятно, что группа на группу не приходится. Это был кейс, где-то позапрошлая группа была у меня. Так это человек задал вопрос, который я разбирал полчаса. Это первый раз так за полгода было. Вопрос был реально сложный, он был реально по курсу. То есть мне и нужно было, и хотелось бы с этим разбираться. Так что, в общем-то говоря, такое вот бывает. Спасибо за вопрос, Владимир. Вопрос от Влада. Люблиник, скажите, какой язык более перспективный, пользуясь спросом у преподавателей, у, прошу прощения, у работодателей, питонгу или реактор, и все еще чего. Спасибо. Ну, я здесь люблю конкретику, я не слежу за вакансиями и всем остальным. Я думаю, сейчас скоро предоставлю слово коллеге, расскажет. У нас есть несколько инструментов, которые, индексов, рейтингов, которые показывают нам всегда, как, что там круто или не круто у нас в сфере. Вот, пожалуйста, свежак. Апрельский 2023 года, Влад, рейтинг. Давайте посмотрим, что там. Питон топ-1, да, смотрите, питон топ-1. Потом там в десятку входит PHP, Go, JavaScript, C Sharp входит. То есть это о чем? Это о том, что вот эти языки, наверное, в общем-то говоря, вызывают какой-то интерес. Есть еще пара индексов. Следующий индекс это Redmond Index, но он, видите, он не такой свежим, 22-го года. Здесь в топе, топ-4 назову, JavaScript, питон, java и PHP. Из них я в JavaScript и PHP знаю. И питон сейчас начал смотреть, потому что, ну, прям чувствую, надо. Многие спрашивают. То есть вот, пожалуйста. И, наконец-то, есть еще один индекс, который можно посоветовать. Это индекс от GitHub. Как-то они по нему собирают. Читайте подробности. Я не знаю, на что они там ориентируются. Каждый раз описывают. Они тоже говорят, что питон, JavaScript и Java – это топ-1. В прошлый сезон, прошлый период TypeScript очень много отхватил. Но это часть тоже JavaScript. Вот. Ну, вот так вот. Подробнее не скажу, потому что надо смотреть вакансии. Я, к сожалению, к своему гуру, к большому огорчению обнаружил, что вакансии на HitHunter по питону 5000, а по PHP чуть ли там не 1000 или 1500. Вот это меня озадачило. По JavaScript у нас вот столько. Вот такой вот рейтинг. Окей? Ладно. Виталий спрашивает, что в 2019 году прошел у вас курсы по веб-серверу, что-то изменилось? Да нет, а все одно и то же. Nginx, Apache, настройка, ничего добавлять не стали. Все базовое. Вопрос в чате от Сергея. Курсы HTML, HTML2, JavaScript 1.2 сильно изменились с 2019 года? Из этих курсов грандиозные переделки под версия курса JavaScript расширены. То есть вот был, кто помнит, он был 24 часа академически, стал 40 часов. Он стал просто вот выстрадан мной, я его обновил, я прям горжусь этим. Там гораздо больше инфы стало. Там очень сильно обновился, ну как, по верхам, но сильно обновился JavaScript основой. Тот же самые все темы, но немножко раздаточный материал, подача изменилась. Вот, HTML, к сожалению, пока что мы не обновляли. Вот грядет обновление, ближе к зиме я запланирую, сейчас начну летом работу, там он будет обновляться. Вот. Особенно присмотритесь к HTML2, вот он будет обновляться очень серьезно. HTML1, ну там что, теги, CSS, там свойства, там нечему обновляться, в общем-то. Все одно и то же. Там даже на базовой информации загружает народ очень сильно, в общем, тяжело приходится порой начинающим в это дело влезать. А вот у HTML2 там уже назрело много обновлений. Вот такие вот дела. Ну хорошо. Значит, слайд, на котором рассказывается, какие вопросы решаются, я не буду сейчас читать, рассказывать. Приблизительная идея срослась. Frontend, это работа по построению пользовательских интерфейсов в браузере. Мы решаем, как круто, быстро строить интерфейс. Обрабатывать формы, создавать там какие-то, может быть, менюхи, слайдеры на реакте. Тоже можно делать голосовалки, какой-то внутренний интерфейс и так далее. Ну, примеры вакансии, это чисто копипаст отдельных позиций с HeadHunter. И, в общем-то, я здесь не хочу, не могу особо много чего сказать. Поэтому я хотел бы сейчас вот здесь предоставить слово коллеге по... Сориентировать по работе, по вакансиям, по еще некоторым моментам. Поэтому, друзья, прервусь на несколько секунд, минут, да, и потом продолжим выступление. Янина, вы готовы выступить? Да, конечно, Алексей, я жду прав. Я передаю тогда вам презентера. Пожалуйста, вам слово. Да, как меня слышно, уважаемые слушатели. Отличный экран виден, супер, спасибо. Отлично. Так, я прошу тогда еще раз посмотреть, как видно мою презентацию и как меня слышно, и поставить плюсики, если все хорошо. Большое спасибо, Александр, Алексей, Тимур и Глеб. Итак, уважаемые слушатели, спасибо большое, что остаетесь с нами. Алексей, благодарю вас за такую подробную, интересную лекцию про фронтенд-разработчика на реакте. Итак, меня зовут Янина, я представляю учебный центр «Специалист». Я менеджер по трудоустройству. И для всех участников сегодняшнего дня «Открытые двери» я хотела напомнить, действует промокод на скидку, вы его услышите чуть позже. Итак, план выступления в течение ближайших 10 минут. Я вам расскажу о программе поддержки трудоустройства наших выпускников, расскажу о ситуации на рынке труда, об уровне заработной платы фронтенд-разработчиков, расскажу несколько слов о портфолио. Итак, в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь с подготовкой резюме, подготовкой к запеседованию. Также мы регулярно собираем вакансии, стажировки от наших партнеров, размещаемые на нашем сайте и в социальных сетях. Итак, если среди наших слушателей есть выпускники нашего центра, обучавшиеся за свой счет, вы можете сфотографировать QR-код слева и записаться на бесплатную карьерную консультацию. Если сейчас вы или ваши близкие, знакомые находятся в поиске работы абсолютно для всех желающих, бесплатно, у нас есть полноценный курс по успешному поиску работы и трудоустройства. Он проходит ежемесячно, вы можете отсканировать QR-код, который справа на голубом фоне и записаться на этот курс. Повторюсь, что это полноценный бесплатный 8-часовой курс абсолютно для всех желающих. Итак, вернемся к теме нашего сегодняшнего вебинара. Ситуация на рынке труда. По данным портала HotHunter, по состоянию на март, за месяц март, мы видим прирост вакансий нас совсем не радует ни по России, ни по Москве, а вот прирост резюме создает нам достаточно здоровую или нездоровую конкуренцию. Если по России 5 человек на место претендует, то по Москве уже 6 человек в среднем на место претендует. О чем это говорит? Это говорит о том, что высокая конкуренция требует постоянного повышения квалификации, наращивания актуальных навыков, обучения и так далее. Согласно отчету сервиса заработных плат айтишников Хаббер, всем известного, который проводит каждые полгода исследования, так вот за второй полугодии 2022 года фронтенд-разработчик вошел в пятерку разработчиков по уровню заработной платы. И в Москве, если вы обратите внимание, медианный уровень заработной платы фронтенд-разработчиков за второе полугодие вырос аж на 10%, составил уже 200 тысяч рублей в месяц. Вот такая у нас статистика. Что касается медианных зарплат JavaScript, если брать дискретно именно этот стэк, то вы видите зарплату по квалификациям у джунов. Джуны могут рассчитывать от 63 тысяч рублей, но это тоже медианная зарплата, которая уже выросла по состоянию во втором квартале 2022 года, по состоянию с предыдущим, прошу прощения, во втором полугодии 2022 года по сравнению с предыдущим полугодием. И сеньоры до 250 уже рублей в месяц получают, или до 280 тысяч рублей в месяц получают. Собственно, вот такая вот тенденция. Мы видим графики все-таки возрастающие, что нас тоже не может не радовать. Итак, хотела сказать несколько слов про портфолио. Если речь идет о начальной позиции, работодатели все равно хотят видеть подтверждение навыков соискателя в реализованных кейсах. Здесь я просто привела пример портфолио одного из ваших будущих коллег, я надеюсь. И хотела сказать несколько слов, несколько советов, которые помогут вам потом сформировать свою портфолио. Несколько таких ключевых тезисов. Во-первых, портфолио должно быть максимально доступно, без всяких паролей, усложненных доступов для рекрутера и нанимающих менеджеров, и тимлидов. Хорошо организовано, в нем должно быть легко ориентироваться, должен быть четко описан каждый проект и ваша роль в его выполнении. Также в портфолио можно включать и open-source проекты, и собственные PET-проекты, и проекты, которые вы выполняете бесплатно для своих знакомых, для некоммерческих организаций. Старайтесь решать реальные проблемы через свои проекты. Разъясняйте, показывайте, какие предъявлялись требования, как вы решили задачи, какие вообще задачи ставились, какие трудности. Ну и, соответственно, сделайте ссылки и красивый визуал. Включайте ссылки на репозиторию GitHub. В портфолио, как правило, как минимум должно быть 5-7 проектов. Самые удачные портфолио лучше всегда пополнять свежими работами, оригинальными работами. И считается, что необходимо иметь разные портфолио для фрилансерской работы, для фриланса и для найма. Потому что в первом случае заказчику важно видеть результат, его технические штуки не особо интересуют. А во втором случае надо уже указывать все технические подробности реализации проекта. Ну, собственно, эти небольшие советы вам помогут в будущем для формирования своего портфолио, фронтенд-разработчика. И, собственно, в заключении я предлагаю вам подписаться на наш телеграм-канал, на наши телеграм-каналы специалиста. У нас есть основной телеграм-канал слева и справа телеграм-канал с вакансиями от наших партнеров. Собственно, на этом я благодарю вас за внимание, желаю вам творческих и профессиональных успехов. Ну и напоминаю, что учебный центр «Специалист» – ваш путь к успеху. – Спасибо огромное. Я стал подписчиком канала, который позволит мне следить за тем, как дела идут. Друзья, есть ли вопросы у нас к нашему карьерному консультанту? Пожалуйста, плюсик в чат, если все ок. Если есть вопрос, самое время его задать. А я буду переключаться сейчас к самому интересному, что некоторых, возможно, сподвигло заезжаться во время нашего открытия дверей. Друзья мои, забирайте, получаете промокод, скидку, которая выглядит вот так. FR23, я так полагаю, Frontend React 23 в честь текущего года. Она действует, эта скидка, всего лишь раз, два, три, четыре, три дня, 18, 19, 20 сфера, четыре дня включительно. То есть и считается сегодняшний день, и 21 число. Но там есть определенные условия. Во-первых, только для участников текущей дипломной программы. То есть если вы соберетесь взять отдельный курс, то вряд ли этот промокод сработает. Надо брать целую дипломку. И, соответственно, там это нужно делать одновременной оплатой. Тут недавно меня пытались, в общем-то, подбить тоже на покупку курсов. И сторонние, сторонние. И вот этот вот момент, когда быстро кто-то настаивает, что купить, не всегда может понравиться. Поэтому целых четыре дня подумать, в течение четырех дней решайте быстро, сориентируйтесь. Как говорят, думай медленно, решай быстро. Что-то типа такого фразы где-то я слышал. Поэтому это очень круто, очень классно. Обратите внимание, что скидка не суммируется с другими скидками. То есть если у вас там день рождения, там еще какой-то бонус, там платиновая карта, там что-то еще. И тут бац, вы пользуетесь этим промокодом. Они вместе не состыкуются. То есть имейте в виду, чтобы случайно вы там себе не насчитали скидку 99% и потом не огорчились. Хорошо? И, соответственно, как пользоваться этим промокодом? Вы его запоминаете, FR23. Вот эти четыре дня, либо при заказе на сайте указываете этот промокод. Сразу контролируете, как цена изменилась. И при оплате, в случае чего, сразу уточняете у менеджера, что к чему. Либо, назвав менеджеру, вы, соответственно, эту скидку тоже применяете. И, в общем, все срабатывает классно. Ну, это что касается технических вещей, деталей, оплаты. Я надеюсь, такая просто даже возможность всегда должна порадовать. А уже воспользовались вы или нет, решайте сами. Ну что ж, друзья, с вами был на связи центр специалист. У нас осталось как раз немножко время на доп. вопросы. Основная часть занятия позади. Я рассказал то, что запланировал вот в это отведенное время. И поэтому мы можем перейти к такой полуформальной уже беседе. Поэтому, если у вас вопросы какие-то есть, с радостью на них еще отвечу. А кто, у кого вопросов нету, до встречи на курсах. Очень надеюсь, что мы с вами увидимся в аудитории, на вебинаре. Очень надеюсь, что вы попробуете изучать React и JavaScript под моим руководством. Буду рад вас видеть на занятиях. До встречи. Всего доброго. И пока-пока. Где ссылка на телеграм-канал? Не могли бы еще раз вывести свой слайд? Я сейчас отправлю вам make-презента. Чтобы ссылка на телеграм-канал еще раз показалась. Потому что я успел зафиксировать. А вот некоторые не успели. Янина? На связи? Отлично. Отлично. Супер. Я, кажется, успел. Мы, кажется, успели. Сергей, посмотрите этот телеграм-канал. Я сам в него добавился. Хочу почитать, посмотреть. Почему-то я не был там добавлен. Теперь я там. О, там еще и вакансии и стажировки. Слушайте, я еще и на это тоже хочу подписаться. Потому что у меня периодически народ в аудитории спрашивает. И я теперь буду знать, куда это дело отправлять. О, супер. На два канала за один раз. Ничего себе. Сколько наш вебинар дал новых подписчиков? Как минимум по одной штуке в каждый канал. Это я тогда добавился. Так, у меня очень классный вопрос в чате. Какая книга по реакт, по вашему мнению, самая лучшая? Так, значит, те книжки по реакт, которые читал я, они на самом деле, скажем так, уже устарели. Да, увы. Но есть одна книга, которую я не читал, но однозначно могу посоветовать. И вы, конечно, наверняка улыбнетесь, потому что, ну как так? Не читал, могу посоветовать. Ну знаете, это попахивает каким-то, не читал, но осуждаю. Дело в том, что я читал старое издание этой книги. Я смотрел видосы автора. И, в общем, книга, которую я вам сейчас посоветую, она реально покрывает очень много разных вопросов. И является той книжкой, которую можно спокойно советовать, открывать и смотреть. Это Алекс Бэнкс и Ева Порсело. Не знаю, ударение правильно я делаю или нет. Или Порсело. В общем, насколько я знаю, вот эта Ева Порсело, она автор платных и бесплатных курсов тоже там. В некотором смысле конкурент и так далее. Но книга у нее написана, текст написан у нее примеров, очень классно. И вся серия Тарелли, вот эта вот, она тоже очень классная. Поэтому я прям сразу не глядя советую. У меня стоит, у меня лежит на полке сейчас раритетное издание. Оно там то ли 17-го, то ли 16-го года. И его уже никуда никому не покажешь. Но на тот момент эта книжка была, может, 19-го. Она была очень крутая. Тоже авторы те же самые. Так что я советую эту книгу. Разработка современной шаблоны для разработки приложений. Берите, пользуйтесь. Других, к сожалению, книг посоветовать много не могу. Есть еще книга по реакту, которая Мордан Азад, по-моему, если память не изменяет. Она хороша для тех, кто любит по-быстрому погрузиться по верхам в технологию. Я в последнее время сам оценил такой подход. Дело в том, что порой бывает неохота начинать погружаться в какие-то дебри. Знаете, такое ощущение, когда вас кормят дебрями. И я сам иногда порой таким вот страдаю. Вот есть вот такая книга Азад Мордан. Да, точно. И она очень, слишком даже быстро вводит в курс дела. Но она по дате выпуска 21-й год. 21-й год. То есть там уже много чего накопилось из каких-то изменений. Может, что-то не заработает. Вот уже будьте аккуратны. А вот реакция современной шаблоны разработки, она такая более свежая, более классная. Вот такие вот книги. В общем, спасибо за вопрос. Очень классный вопрос. Потому что литература – это важная для нас тема. Кто-то читает в электронном виде, кто-то документацию. Это однозначно круто. Это на первом месте. Но порой бывает хочется прочесть авторов, которые подают инфу как-то по-своему. Я сейчас заставил себя открыть видосы коллег-преподавателей. Посмотреть, как они ведут. В общем, не люблю смотреть видосы. Вообще не перевариваю. Люблю документацию, любую все остальное. Но тут я начал смотреть. И я понимаю, что какие-то фишки коллег тоже можно взять. И, в общем-то говоря, себе использовать. Это вот очень круто. Можно список литературы в чат. Ну, вот из тех книжечек, которые я сейчас посоветовал, это вот первая книга. Вот такая вот название. Но я ссылки не даю. Интернет-магазин. Вы там сами найдете наверняка. Вот одна. Одна такая, вторая. А есть еще списочек, которые я даю своим слушателям на курсе HTML. На курсе JavaScript, простите. Это вот такой вот список. Значит, ссылку в чат я тоже сейчас скину. Вот. Топ-1. На топ-1 месте у меня это MDM. Это библиотека Майкрософтовская. Мазиловская. Очень мощная, классная там литература. Дальше. Я советую. Так, только просьба не смеяться. JavaScript для детей от Ника Моргана. Это книжка, когда вот человек приходит на JavaScript учиться. И чувствует, что ему нереально тяжело. Вот хочется, но тяжело. Ну, почти как, там, не знаю, мне в спортзале, например, с тяжелым весом. Хочется, но тяжело. Так вот, это очень мощная книга. Советую. Она, правда, уже в последнее время реже продается, но вы сможете воспользоваться. Вот. Дальше. Серия Head & First, Эрик Фримен и Элизабет Робсон. Очень классная. Там, ну, дружелюбная очень. И самая следующая топовая книжка по JavaScript, если не про React уже, а в целом про JavaScript, то это Дэвид Флэннган, полная руководство седьмое издание. Это просто топчик. Это охватывает сразу кучу курсов. То есть на курсы идете, документацию читаете, книгу берете, и вот это вот все вместе образует просто нереальный эффект. Ну, как по мне, на мой взгляд. Соответственно, выглядит картинка книги вот так, только огромная просьба. Не перепутайте носорогов. Там некоторые мимикрируют, создают тоже книги с носорогами, а в итоге покупают люди не Дэвида Флэннгана, а там непонятно еще кого-то. В общем, Дэвид Флэннган, полное руководство, Рейли, седьмое издание, запомнили, все круто. Ну, и вот так дальше я уже, по-моему, уже много назад я указал. Ну, а дальше остальные книги, они такие, они слишком заумные, и можно не спешить. При встрече очередной мы с вами обязательно столкнемся, посмотрим, какие еще книги могут быть интересными. Вот такие дела. Спасибо за вопрос, уважаемый подписчик. Не false, то бишь true, да, такая классная ника, говорящая сразу так, из дживоскриптона. Так, и я вспоминаю, что я совсем забыл трансляцию переключить у себя. Что-то там показывал, какие-то обложки показывал, трансляцию не показывал. Друзья, хоть бы подсказали на автомате. Вот у них книжки, ссылки я написал и текст написал. Если у кого-то есть еще вопрос, пожалуйста, можно задавать. Друзья, задайте вопрос, если у вас есть. Я заранее всем говорю, пока-пока, до новых встреч. Наш телефончик, e-mail, пишите, звоните нашим менеджерам, обязательно передавайте приветы. Будем вместе разбираться в фронт-энде и реакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!